Хочу вас поприветствовать на нашем семинаре, который посвящен требованиям технических регламентов Таможенного союза. Двухдневный семинар на тему требования технических регламентов Таможенного союза, теории и практика прошел в группе компаний «Технопрогресс». Участниками стали поставщики промышленного оборудования, сотрудники эксплуатирующих организаций, специалисты заводов-изготовителей. Для слушателей из других городов и для тех, кто не смог приехать в оч, навелась онлайн-трансляция с возможностью задавать актуальные вопросы. Основная цель и нацеленность на публику – это изготовители промышленного оборудования, которые очень актуальны, тема легализации их оборудованием территории Российского экономического союза. И такие встречи важны ввиду того, что очень много вопросов скапливается, когда точечно пытаешься объяснить клиентам какие-то нововведения, изменения, правильность подходов, этапность, методологию сертификации. Эксперты в области сертификации промышленной безопасности поделились опытом и знаниями в сфере применения технических регламентов для промышленного оборудования, взаимодействия с таможней, правильного отбора и испытания образцов. Сегодня было достаточно много полезной информации в рамках текущего законодательства. Также рассмотрели новые фишки и особенности, которые грядут в соответствии с теми изменениями, которыми сейчас находятся на рассмотрении в рамках 12-го технического регламента. Как всегда, было много вопросов, связанных с внедрением нового решения о типовых схемах, о том, как проводить инспекционный контроль. Ввиду новых перемен по сертификации, как нам вести себя в этих изменениях и получается обезопасить и нас, и органы по сертификации от каких-либо штрафных санкций. Из того, что я услышал, самое интересное для меня был регламент таможенного союза 12-й по взрывозащите, потому что именно это то, с чем я работаю. Монтируется к установке наш испытуемый объект. Давление мы снимаем, также осматриваем. Практическая часть семинара прошла в лаборатории. Специалисты провели обзор основных испытаний промышленного и взрывозащищенного оборудования. Мне кажется, что вот эта экскурсия по лаборатории, она, конечно, ну, как бы оживила вот этот процесс, это была хорошая идея. У лаборатории, конечно, достаточно хорошо оснащена отдельное помещение, есть оборудование, хороший рассказ был, так что впечатление положительное. Получается заполненный образец и камера. Сейчас мы контролируем, поджигаем смесь. При этом не должно быть передачи взрыва в окружающую среду. Лаборатория «Технопрогресс» оснащена современным испытательным оборудованием и новейшими средствами измерений. За время 10-летней работы инженерами было проведено более 60 тысяч различных испытаний. Лаборатория приятно впечатляет. Впечатляет разнообразие испытательного оборудования, которое здесь представлено. Лаборатория проводит широкий спектр электрических, климатических, механических, температурных, других испытаний для разных видов продукции. Среди клиентов есть компания-гиганта с мировым именем, как иностранные, так и отечественные изготовители оборудования. Почему «Технопрогресс»? Потому что большой опыт на рынке сельдерфикации, большой опыт в сфере подтверждения соответствия взрывосвещенного оборудования. Большой штат экспертов, людей, которые с опытом, которые знают, как делать, которые видели, работали с этим оборудованием, которые могут подсказать, как сделать это правильно и чтобы оборудование было безопасным. Редактор субтитров А.Семкин